Друзья, среди наших зрителей есть не только люди, которые работают по найму, но и, безусловно, индивидуальные предприниматели и люди, ведущие малый бизнес. Специально для них мы сегодня решили разобрать такую важную тему, как налоговые проверки. Сегодня в гостях Светлана Дегтярева, генеральный директор консалтинговой группы «Консалтфинансаудит», эксперт Ярославской торгово-промышленной палаты по финансовым вопросам. Доброе утро! Доброе утро! Наверное, самое неприятное, с чем может столкнуться малый бизнес, кроме каких-то финансовых проблем, это с визитом налогового инспектора. Давайте разберем, как это происходит и как, собственно говоря, минимизировать негативные последствия таких проверок. Как правило, налоговая инспекция в малый и средний бизнес приходит тогда, когда предприниматели не реагируют на замечания, вопросы, какие-то запросы налоговой инспекции. Сейчас самая больная тема, уже в течение последнего года налоговая инспекция усилила административный ресурс и проверяет нахождение любого бизнеса по юридическому адресу. И здесь очень много ошибок делают предприниматели. Они считают, что если у них есть юридический адрес, там они находиться не обязаны. Таким образом, придя по месту адреса налоговая инспекция, не обнаружив налогоплательщика, может сделать три сложных вещи. Первое – отправить в банк уведомление о том, что налогоплательщик не находится по месту. Это будет закрыт расчетный счет, а следовательно черный список банка и предприниматель нигде не сможет открыть следующий расчетный счет. Это один момент. Второй момент – это отказ от принятия декларации, следовательно штраф и пение неустойки за несдачу отчетности. И третий момент – это исключение из единого государственного реестра. И вот здесь возникает очень самый сложный и страшный вопрос, потому что учредители и директор, который в тот момент числился в этой фирме, попадают в черный список налоговой инспекции и в дальнейшем не сможет открыть ни один из видов бизнеса. Как выходить? Первый момент – всегда получать корреспонденцию от налоговой инспекции. Почему? В налоговом кодексе у нас прописано, что если налогоплательщик не получил корреспонденцию от налоговой инспекции, то через шесть дней автоматически считается корреспонденция полученной. Ну а как? Упростили себе задачу налоговики. Если вы получите корреспонденцию, не получите, знаете ли вы о проблеме, не знаете, налоговая инспекция будет считать, что вам извещение доставлено. Если вы получаете, то вам налоговая, допустим, вас не нашли по юридическому адресу, они обязаны вам присылать уведомление о предоставлении пояснений по данному факту. Почему? Потому что, может, вы были в командировке, может, вы были на больничном. Второй момент, очень такой тоже щепетильный. Да, налоговая инспекция очень часто задает вопросы излишния, ну, например, поясните такую цифру, поясните такую цифру. Налогоплательщики не отвечают, например, ну, я не буду отвечать, потому что, ну, это же просто-то все очевидно. Вот. Но, опять же, он не ответил на вопрос. Можно было корректно написать это все, смотрите здесь, смотрите здесь, смотрите в отчетность. То есть надо отвечать. Таким образом, когда идут диалог с налоговой инспекцией, налоговая понимает, первое, что директор не номинальный, он работает. Второе, фирма ведет какую-то деятельность и отслеживает движение налоговой инспекции. И третье, если все налоги погашены и нет никаких вопросов, налоговая к вам с выездной проверкой никогда не придет. Вы неинтересны им. Ровно год назад, в июле прошлого года, опять же, административным ресурсом налоговая стала проверять наличие директоров. То есть номинальный директор, неноминальный директор. Они останавливали отчетность, проверяли все доверенности, вызывали директоров просто посмотреть паспорт и человека. То есть совместить. Приятно с полезным. Очень много на этом фоне было неприятностей опять у бизнеса, потому что кто-то директор в отпуске, кто-то я не пойду в налоговую инспекцию. Почему-то вот прямо боятся. Боятся, игнорируют и не хотят просто прийти к инспектору. Просто прийти показаться, что он есть. То есть это один из видов налоговой проверки, которая явно в налоговом кодексе не прописана. В принципе, достаточно простые такие методы. Да. Уделять внимание налоговому инспектору и запросам налоговой инспекции, так же, как вы уделяете время друзьям, родным, близким. Да, потому что это ваш бизнес, это ваши деньги, и вы должны понимать прекрасно, что государство все равно регулирующий орган по налогам и сборам, и его задача – собрать налоги и сборы. Потому что это идет на поддержание больниц, учителей, полиции и других социальных слоев. То есть, ну, как бы, понятно, что ни дороги, ни прочее, то есть, как все это привыкли считать. Первая задача государства – это социальные вопросы. А где брать деньги? Соответственно, мы берем с налогов и сборов. К сожалению, еще очень большой минус у нашего ярославского бизнеса – слабое знание налоговых вещей, да, и очень не любят, когда где-то что-то почитать, поучиться, пообщаться. Очень тяжело идут на этот контакт. Начинаешь, когда рассказывать, и, к сожалению, они приходят тогда, когда уже свершилось. Ну, как к врачу. Да, как к врачу. Можно профилактикой заниматься. А мы пришли уже с болезнью. Вот. И хочется, чтобы приходили тогда, когда вот у них идея возникла, и они пришли, мы проработали все налоги, всевозможные ресурсы, и выдали уже им, как эту идею внедрить в жизнь. Мы же должны бизнес содержать, зарплату платить, страховые взносы платить, работники хотят социальные пакеты, мы должны это все поддерживать. Значит, мы должны это все посчитать и понять, какую сумму с клиента мы должны получить, чтобы эти расходы все покрыть. Да, у нас в гражданском кодексе одна из основных вещей, для чего формируются бизнесы, это получение прибыли. И, опять же, вернемся к налоговым проверкам, да, если в течение двух лет подряд бизнес показывает убыток, то налоговая сразу обращает на это внимание и присылает запрос. Поясните, пожалуйста, почему ваша деятельность нарушает гражданское законодательство, налоговое законодательство и на что вы живете. И еще один такой момент, который мы всегда упускаем, это интересы собственников. Собственник зачем организует бизнес? Работа ради работы? Нет, конечно. Нет, ради того, чтобы получать прибыль. И понятно, что с прибылью мы будем платить налоги. К этому надо быть просто готовыми. Друзья, будьте готовы платить, а чтобы не заплатить лишнее и не попасть под налоговые проверки, то коммуницируйте с налоговыми органами и будет вам счастье, правильно? Продолжение следует...